ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, у тебя неправильная сальса, ты должен больше двигать бедрами, вот так. У тебя сальса вообще с боков с писать, знаешь, я тебе скажу, что у меня сегодня радость в Кубе. Во-первых, я на Кубе, во-вторых, я обожаю танцевать даже сальсу, ну а в-третьих, в-третьих, у меня точно будет золотая карта, я это чувствую. Всем привет, с вами «Орел и орешка» и мегаполисы. Ну что, счастливый орел? Нормальная орешка. Ты мало того, что меня обидел, еще и… Кого не обманули предчувствия. Добро пожаловать в кубизм. ВИВАЛЯ КАРТА! ВИВАЛЯ КУБА! Поменяйте ведущего, пожалуйста, Унхам. Че Гевара, Кастро, Рауль, Фидель, Антон, мы с вами, ребята. Столица Кубы – Гавана. Таких мегаполисов больше в мире нет. В каком еще мегаполисе живет два миллиона человек и нет пробок? Привет! В каком еще мегаполисе всего два небоскреба? Нет неоновых билбордов и американских фастфудов. Где еще ездят только на ретро-автомобилях? А вместо вечеров в соцсетях проводят время на квартирниках. Садитесь поудобнее… Старое кино начинается! Плюва-плюва-плюва-плюва-плюва! КОНЕЦ ФИЛЬМА! КОНЕЦ ФИЛЬМА! КОНЕЦ ФИЛЬМА! СТАРОЕ КИНО НАЧИНАЕТСЯ! КОНЕЦ ФИЛЬМА! КОНЕЦ ФИЛЬМА! КОНЕЦ ФИЛЬМА! Немногие знают, что слово «красивый» произошло от слова «красный», а вот кубинцы знают. Эта услуга от моего дорогого отеля называется «Девушка в красном». В аэропорт за вип-гостем приезжает ретро-авто с импозантным водителем и консьержкой в красном платье. Так вот ты какая, леди инред. У нас есть старая традиция, наверняка вы ее знаете, к вам приезжал Брежнев, поэтому вы в курсе. Я уже люблю Кубу. Стоит такое экзотическое сопровождение – 58 долларов в час. Да, хоть сто. Первое, с чем нужно разобраться туристу на Кубе – это с черти пойми какой денежной системой. Здесь параллельно ходят две валюты – кубинские песо и куки. Песо – это деньги только для кубинцев. Ими расплачиваются за проезд в общественном транспорте, в дешевых забегаловках и в магазинах с местными кубинскими товарами. А куки – это валюта для туристов. Ими расплачиваются в отелях, туристических ресторанах и в магазинах с импортными товарами. Проблема в том, что в куках все стоит в 20, а то и в 30 раз дороже. Раньше иностранцам было запрещено менять валюту на кубинские песо. Но я попробую. Представляете, в 2019 году туристам разрешили менять валюту на песо. О, супер! Но вот вам совет. Меняйте часть денег на куки и часть на песо. Зачем? Скоро увидите. И в итоге у меня вышло 480 песо и 63 кука. Ну что, поехали в Гавану? А теперь смотрите, как это работает. Если бы у меня были только куки, я бы смогла добраться до города только на туристическом такси. А с песо можно добраться на автобусе для местных. Подскажите, где здесь автобусная остановка? Далековато, полчаса пешком. Ничего страшного, я прогуляюсь. Довольно нормальный и современный автобус. С открытыми окнами, что радует. Проезд стоит 40 местных копеек. Но тут все платят 1 песо, так как сдачи водитель не дает. И в любом случае это намного дешевле, чем проезд на такси. А если быть точнее, то я сэкономила… Я еду дешевле в 1250 раз, чем я бы ехала на такси. Вот я вам и доказала, кто здесь мега-мозг экономики. И если проза в любви неизбежна, так возьмем из нее долю счастья. Спасибо большое. Ну, как Брежнев усил. Колада. Я люблю. Оцветочено, откоктейлено. В Гаване ситуация с дорогими отелями такая. Раньше все они принадлежали государству. Но недавно при Обаме у Кубы потеплели отношения с Америкой. И здесь разрешили строить отели американских сетей. Так в Гаване появился Гран-отель Монцана – международной сети Кимпински. Теперь это самый дорогой отель в городе. Конечно же, мне сюда. Стандартный номер стоит 300 долларов, но меня ждет эксклюзив. Самый дорогой номер за 7 тысяч долларов. Это 186 тысяч гривен в сутки. Прошу. Вы там полчасика поставите. Они кусаки. Ой, какие. Ой, какие. Пока Антон налаживает международные отношения, дайте я покажу, как найти дешевое жилье в Гаване. Ты не гостеприимный, я к тебе не пойду жить. В Гаване бюджетные туристы останавливаются в Касса Партикулар – это квартиры, которые сдают местные. Найти Кассу Партикулар можно в любом районе по вот таким табличкам синего и красного цвета. Синие обозначают, что это ночлежка только за куки и только для туристов. А красные – это ночлежка только за песо и только для кубинцев. То есть турист сюда попасть не может. Песо. Песо. Даже если прикинешься местным и покажешь, что у тебя есть песо, хозяин все равно откажет и отправит тебе искать таблички синего цвета. Здрасте, я ищу Касса Партикулар под названием Лос Балконос де Лорена. Это здесь. Стань под балконом и позови Лорену. Здрасте, я Оля. Можно зайти? Подожди, я тебе кручи спущу. Открывай желтым. Спасибо. В твоем распоряжении будет эта гостиная с диваном и холодильником. И вот эта спальня с балконом. А вот отдельная ванная. Цена за все – 25 кук. Да уж, 29 долларов – это не дешево. Но за эти деньги у меня целая квартира с удобствами. Еще и с кондиционером. И даже с видом на город. Ну, мне нравится. Беру. Каждый кубинец при сдаче квартиры звонит в полицию и предупреждает, что к нему приехал иностранец. По правилам сдачи они обязаны вести учет прибывших и уехавших туристов. Как в Советском Союзе были амбарные книги. В моих книгах есть записи еще до революции. Я продолжаю дело своей прабабушки. Она построила этот дом и рискнула начать в те времена свой бизнес по аренде жилья. Но после революции дом отобрали и оставили ей только эту квартирку. Но мне удалось копить денег и выкупить весь второй этаж, чтобы продолжить дело моей прабабушки. Спасибо. Можешь не уходить. Пожалуйста. Ушла. Ну давайте посмотрим номер. Ну что вам сказать, номер отличный, но мы в Орле и Решке видали и покруче. Но для простого кубинца это просто сказочные хоромы. Отдельный обеденный зал. А ванная комната какая, с мозаикой. Хрусталь повсюду, джакузи какой-то необычной капсулной формы. И внимание! Пиде! Шикарная, двух-трех спальная кровать. Самая красивая часть номера. Вид из него. Посмотрите, Капитолий. Старые здания центральной Гаваны. Вокруг ретро-автомобили и все это шумит, куда-то идет и движется. А теперь внимание! У простых кубинцев средняя зарплата 30 долларов в месяц. Это 800 гривен в месяц. А мой номер, напомню, стоит сто восемьдесят шесть тысяч гривен в сутки. Получается, чтобы простой кубинец мог позволить себе этот номер, он должен 19 с половиной лет не есть, не пить и только работать. Я должен ускорить этот процесс. Я даже знаю как. У меня же золотая карта. Олег, пойдем! Я придумал! Привет, я Антон. А как тебя зовут? Я Эвель. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Где-то около 40 долларов. Хочешь бесплатно пожить в пятизвездочном отеле? О, нет, это не для меня. Спасибо. Это бесплатно для тебя, я все оплачу. Ты согласен? Извините, вы говорите по-английски? Народ отказывается. Видно, думает, что я иностранный шпион и хочу их завербовать. Ну можно, можно, можно. Привет, не подумайте, что я сошел с ума, но я очень богат и хочу подарить вам номер в пятизвездочном отеле на одну ночь. Хотите пожить в этом отеле бесплатно? Конечно. Отлично, я за все плачу. Пошли. По-моему, это развод. Мне нужен номер для двоих. Хэштег Антоша богат сделает добрые дела. Ну что, пошли в номер. Смотрите, сейчас произойдет чудо. Мы покажем этой влюбленной парочке кубинцев то, что они никогда в жизни не видели. Номер, который стоит 10 их месячных зарплат. Добро пожаловать. Наслаждайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот она какая Гавана! Именно такой я себе и представляла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все мегаполисы мира похожи на молодых, энергичных, амбициозных людей. А Гавана – это старенькая, милая бабушка. И кажется, за последние 60 лет в ее жизни ничего не поменялось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Гавана выглядит как мегаполис, застывший во времени. Привычно, когда ты поднимаешься на высоту мегаполиса, и ты слышишь шум машин, жизнь кипит. А здесь нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в Гавану в особое время. Сейчас здесь творится история. 19 апреля 2018 года на Кубе наступил конец эпохи братьев Кастро. Новым кубинским лидером стал Мигель Диас-Канель. И дальше произошло немыслимое. На Кубе приняли новую конституцию. При том, что основной закон здесь не меняли 40 лет. Три главных изменения. Во-первых, можно иметь частную собственность. Раньше квартиру выдавало государство, и она принадлежала государству. А сейчас она только твоя. Квартиру теперь можно покупать и продавать официально, а раньше за это можно было загреметь в тюрьму. Во-вторых, можно иметь двойное гражданство. И в-третьих, все иностранное капиталовложение разрешено. Раньше капиталисты были врагами Кубы, а сейчас наоборот, милости просим. Тут подсчитали, что если они будут давать Кубе хотя бы два с половиной миллиарда долларов в год, Куба выберется из многолетнего кризиса. Кубинцу разрешили работать на себя, но ему не за что начинать свой бизнес. И он продолжает работать на государство за зарплату от 20 до 100 долларов в месяц. Кубинцу разрешили иметь собственную машину, но он не может ее себе позволить. Налог на новую иномарку – 450%. Единственный способ купить машину – это взять деньги у родственников, которые уехали в более благополучную страну. Многие кубинцы недоедают. Все, что у них есть – это мизерная зарплата и помощь государства. Это десяток яиц, литр масла, палка колбасы и килограмм сахара, фасоли и риса каждый месяц. А тем, кто умудряется зарабатывать больше, все равно нечего купить в государственных магазинах. Из ассортимента тут одежда низкого качества, самая простая обувь и местные кубинские товары. А живут кубинцы в домах, которые разваливаются на глазах. Все в жутко аварийном состоянии. Видите эту жесть? Из этих окон выглядывал мужчина только что. Вот как будто на последнем издыхании держится. И далеко не на всех балконах стоят такие металлические подпорки. Тут часто бывают случаи, что балконы падают. Поэтому жители стараются ходить по середине дороги. На всякий случай. Но что-то все-таки движется в Гаване. Официальная новость. В Гаване появился мобильный интернет. Представляете? Но сим-карты с гигабайтом трафика здесь стоит 40 куб. Баснословные деньги. С мобильным интернетом кубинцы могут зайти только на свою почту и все. Поэтому они покупают специальные карточки, чтобы подключиться к общественному вайфаю. Один час стоит один куб. Куба только начинает пускать к себе туристов. Поэтому в Гаване еще не придумали богатых развлечений. Ну вот на что тут можно потратиться богачу? Взять обед из трех блюд в самом дорогом ресторане за 90 долларов. Покататься в карете, запряженной лошадьми – 20 куков. Дешево, не хочу. Посмотреть тропикану – показуха. Сходить на экскурсию на сигарную фабрику – скука смертная. Но мне все-таки удалось найти в Гаване эксклюзивное дорогое и суперадреналиновое развлечение – бои без правил. Бои проводят подпольно в грязных обшарпанных подвалах. Это место не только выглядит опасно. Здесь собираются самые безбашенные бойцы, которые бьются без защиты, до крови, иногда до последних. Сейчас я вам все покажу. А вот и они. Упийцы. Бойцами тут выступают аквариумные рыбки. Их так и зовут – бойцовые рыбки или сиамские петушки. В 90-е годы на Кубе крянул мощнейший кризис из-за распада Советского Союза. Они впали в уныние, депрессию и естественно из-за развлечений просто ничего не осталось, потому что банально не было денег. И кубинцы придумали вот такой вид азартных игр, когда две рыбки мутузят друг друга в аквариуме. Предприимчивые ребята. Как участвовать в боях? Сначала нужно выбрать бойца. Стоят рыбки от пяти до тысячи долларов. Так-так-так-так, смотрите, что он делает. Он убирает между ними заслонку. Рыбы видят друг друга и начинают надуваться. Та, что ведет себя агрессивнее, скорее всего, лучший боец. Вот она, моя малышка на миллион. Ну что, парни, да начнется битва. Я выбрал самую дорогую рыбку, которая здесь есть. За 150 долларов. И сделал ставку еще 150. В правом углу аквариума, в красной чешуе, рыбка Флаунди. В левом углу аквариума, в синей чешуе, рыбка НЕВА! Бойцовых рыбок специально никто не тренирует. У самцов от природы дрочливый характер. Когда они видят чужого на своей территории, начинают ее защищать. Растопыривают плавники и накидываются на противника, как петухи. У бойцовых рыб маленький, но очень острые зубы. Они ртами захватывают друг друга и борются. Так продолжается, пока один из бойцов не удерет в угол аквариума. Это значит что он сдался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НЕМО, НЕМО! Дорогие путешественники, Орел и Решка прячут для вас в эту маленькую бутылочку 20 потенциальных бутылок Рома. Клад в Гаване спрятан в парке Метрополитана. Идите по тропинке вдоль реки Альмендарес до разрушенного колодца. Через 100 метров ищите дерево и под ним камень, поросший мхом. Удачи вам и вашей печени! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только вышла из дома, а тут уже какой-то праздник, куча людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, а куда вы все идете? На набережную Малекон. Там весело, будут танцы. Пошли с нами. Поцелуешь меня, красавица? Поцеловать тебя? Ну да, давай поцелуемся. Пошли-пошли, не отставай. Пойдем. Банда у меня, конечно. Вот кажется, движуха у меня довольно опасная, да? Но на самом деле, ну безопасно здесь. Ну не обидят вас здесь кубинец никогда, потому что они очень открытые и дружелюбные, это правда. Вечером гаванцы собираются на набережной Малекон, хотя по сути это 8-километровая дамба, построенная для защиты города от океанских волн. Но для гаванцев Малекон – это одна большая скамейка для встреч и веселья. Поцелуй меня. Давай еще раз поцелуемся. Ну поцелуй меня. Народ на Малеконе развлекается как может. Поют песни под гитару, танцуют зажигательную сальсу. Ну а спонсор всех этих песен и плясок гаванцев – это дешевый кубинский ром. Ну вот немножко, конечно, да-да, немножко лажаешь, это слышно. Да-да-да, струны смотрят. На лады неправильно жмешь. Ты как профессионал, человек с дипломом говорил. А теперь давай мне. Звучит, да, пацаны? Позор какой. У меня же диплом. Она просто расстроена. Вечером в центр Гаваны слетаются ночные бабочки. Проституция появилась на Кубе еще в 16 веке, когда на остров приплывали испанские корабли, и местные ночные феи обслуживали моряков. Эта традиция плотно укоренилась в культуру, и их не смогли вывести ни войны, ни социалистическая революция. Сейчас в Гаване почти у каждого есть родственница или знакомая, продающая любовь за деньги. На Кубе девушки легкого поведения бывают двух видов. Девушки-путы, которые предоставляют услуги за деньги, и хинитеры, цель которых закрутить роман с туристом, выманивать подарки и, если повезет, влюбить в себя и уехать с ним в другую страну. Полиция их, конечно же, гоняет, но девочки научились выкручиваться. Когда видят полицейских или туриста с камерой, делают вид, что они со своим сутенером влюбленная парочка. Туристам интересно, сколько стоят услуги. Рассказываю. Уличные девушки легкого поведения стоят от 20 долларов. В ночных клубах дороже – от 50 долларов. А теперь считайте. Если работать каждую ночь и обслуживать одного клиента за ночь, можно заработать почти тысячу долларов в месяц. Еще раз напомню. Средняя зарплата кубинца – 30 долларов. Поэтому на Кубе так популярна эта древнейшая профессия. Ну, теперь вы все знаете. Делайте с этой информацией что хотите. После набережной Малекон тусовка перемещается на чью-нибудь квартиру. Вот это, я понимаю, парадная. А это все? Это квартира? Окей. Ой, что ты такая движуха? Меня больше всего здесь смущает девушка с трудным ребенком. Вот там, покажи, покажи. Вот вам атмосфера кубинского квартирника. Громкая музыка, все танцуют посередине комнаты и дымят как паровозы, несмотря на то, что рядом сидят дети и груднички. Гости здесь первым делом нальют чего покрепче, а вторым делом потянут танцевать. Гости этим. Я, как ты, так, справился! У меня пройдет! СОБЩЙ! Он меня бл妖ен своим телесами. Чертвою! Мне вообще нравится! С улицы постоянно заходят новые люди, а старые уходят. И так всю ночь напролёт. Саша, давай поразглядываем квартиру. Сказать, что губинцы живут скромно – ничего не сказать. В окнах нет стекол, в ванной стоят ведра с водой, потому что водопровода в доме нет. На кухне нет мебели, только раковина и плита, а из еды на вечер – только жареная свиная кожа – чичарон. Вообще не проживать. Здание старое, с высокими потолками, поэтому в Гаване перегораживают досками комнату так, чтобы получалась еще одна комната сверху, как чердак. Тут все и спят. Смотри, там кусочек окна на полу. Опасно, вон я вижу пол. Смотри, тут опасно. Представьте, и это все не где-то на окраине, а в самом центре Гаваны, рядом с Капитолием. Слушай, а ты бывал где-то, кроме Кубы? Два года назад я ездил в Европу, в Германию. Уровень жизни у немцев намного выше, чем у кубинцев. Но ты видела их лица. Они вообще не улыбаются. Я шел по Берлину и сказал прохожему, привет. А он отвернулся. На Кубе тебе всегда ответят, спросят, как дела, и пригласят в гости. Европейцы зациклены на заработке. Все смотрят только в свои телефоны. Они не общаются. А теперь посмотри на нас. У нас нет денег на модные гаджеты, на интернет, даже нет денег на новый телевизор. Но мы счастливы. Нам важно общаться друг с другом. Вот так танцевать со своей семьей и друзьями. Я никогда не променяю все это на жизнь в другой стране. Спасибо, мне было приятно с тобой поболтать. Саша, завтра нужны новые ноги, потому что эти мне танцуют. Как-то мои кубинские подопечные. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И вам спокойной ночи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, голубана. Доброе утро. Люди на Кубе живут очень бедно. И помощи от государства давно никто не ждет. Именно поэтому на острове Свободы столько последователей разных магических культов. Кубинцы верят, что потусторонние силы им помогут и защитят. Во всей Гаване можно найти магазины со странными товарами для обрядов. Индеец какой-то. Статуэтки в виде пугал, черные пупсы, индейцы, женщины, прикрывающие грудь. Иисус! А для чего все это? Все эти вещи служат оберегами и нужны для обрядов нашей религии – сантерии. А что это за религия такая? Это вера наших предков. В ней есть чуть-чуть христианства и много обрядов африканского племени Йорупа. Простыми словами, мы верим и в Бога, и в Иисуса, и в духов. А как так получилось? Я думала, все кубинцы – католики. Когда на Кубе было рабство, африканских рабов насильно крестили. Но они тайно соблюдали свои обряды. Сейчас, разумеется, никто не прячется. Ты можешь увидеть на улице людей во всем белом. Это последователи сантерии. Мы одеваемся так на праздники, ритуалы. А новообращенные последователи ходят в белом целый год и отказываются от соблазнов. Например, год не курят. На самом деле, в Гаване сантерия повсюду. Ты просто не знаешь, на что смотреть. Если увидишь сушеные пальмовые листья над дверями – знай – это оберег от злых духов. Если увидишь на перекрестке горшок с червивым мясом – это кто-то сделал подношение богам. А подсолнухи возле католических храмов – это тоже сантерия. У нас нет своих храмов, поэтому мы приносим дары своим богам в католические. А вы проводите магические ритуалы? Каждый день. Наших богов надо задабривать, чтобы они заботились о нас. Спасибо большое. Я никогда ничего не слышала о такой религии. Излюбленное место для обрядов последователей сантерии – железнодорожные пути и парки возле реки Альмендарес. Может показаться, что в этом парке много мусора, но на самом деле это остатки ритуала. Вон, кокосы, разбитые глиняные горшки, куриные перья. Последователи сантерии не спешат делиться своим колдовством с чужаками. Максимум – проведут обряд на любовь. У меня есть проблема. Любви в моей жизни мало. Вроде бы скалы среди тайк, бразильянок, индонезиек, кубинок. Не откликается сердце. Не йокает вот тут сердечко, не идет. Есть решение? Это не проблема, не переживай. Мы поможем тебе. Поможете? Ну тогда я готов. Я готов сейчас. Обряд проводит колдун. Таких тут называют Баба Лао. Цель Баба Лао – задобрить богов и духов, которых здесь называют Ариши. Их олицетворяют сосуды и камни. Для колдовского обряда нужен железный котел с гвоздями и подковами. Это святилище бога Агуна. Второй атрибут – железный посох с петухом. Это бог Асади. Если он упадет во время ритуала, значит колдуна сглазили и ритуал нужно прекратить. И третий атрибут – камень на подставке. Это бог Эллигуа. По следам на камне видно, что Эллигуа питается жертвенной кровью. А вот и жертвенные птицы – курочки, голуби и цыплята. Чтобы боги услышали мою просьбу, Баба Лао ставит свечу, окропляет богов священной водой и читает заклинания. Чтобы разговор прошел лучше, богов нужно подкормить кокосом. Когда суть вопроса дошла до божества, нужно принести жертву. Аааа, ребята, ребята, ребята. Они разрывают их руками! Делай вот так. То, что происходит дальше, по телевизору показывать нельзя. Потому что нас смотрят дети. Но поверьте, всем божествам принесли жертву и всех накормили кровью. Вы представляете, в стране, в которой вот недавно появился интернет, ездят автомобили, есть электричество и все намекающее о том, что это мегаполис, происходят вот такие ритуалы, где действительно окропляют алтарь жертвенной кровью. Как это все сочетается в 21 веке в одном мегаполисе. Он сказал, я должен бросить тушу обезглавленной курицы в реку. Как бы это не выглядело дико, но многие последователи Сантерии считают, что только так можно помочь в любовных делах. И если для нас это шок-ритуал, то для них это праздник и лучшее, что могло произойти в воскресное утро. Конечно, это все не бесплатно. Если обычному кубинцу для этого действия нужно купить птиц, ром и дать ребятам сколько не жалко, то у туриста за этот жуткий ритуал сдерут 800 долларов. К вопросу о целях и средствах, не знаю, хотел бы я получить любовь вот такой ценой. Наверное, нет. Если честно, я очень голодная. Но благо в Гаване с этим проблем нет, потому что здесь куча всяких закусочных, забегаловок. Когда на Кубе разрешили частное предпринимательство, кубинцы стали открывать парикмахерские и точки уличной еды. Любимая пиццерия местных – Эль Итальяно. Эль Итальяно – это забегаловка для местных. И цены здесь только в кубинских песо. Посмотрите на уровень цен. Сырная пицца стоит 12 песо – это 19 гривен. А в туристических ресторанах такая же пицца стоила бы примерно 12 кук, а это – 373 гривны. Разница в 20 раз! Для этого я и поменяла часть денег на песо, чтобы можно было питаться в местных дешевых забегаловках. В Эль Итальяно столиков нет. Едят все стоя возле стенки. Или сидя в своих машинах. А кто-то приходит со своими тарелками и кастрюльками и уносит домой. Куда сядем? Предлагаю… Привет! Да, можно? За 3 доллара 30 центов я получила огромную тарелку макарон с сосисками, колбасками, сыром и местный квас Мальта. Какой густой квас. Кажется, что это кисель. Кубинский квас варят из пророщенных зерен ячменян. На вкус как теплая выдохшаяся кола. Невкусно. Огромное количество сахара и поэтому оно густое. Довольно скромненько по вкусу. Вообще, многие из забегалов неместные тут называют хама, то есть в переводе как жрачка. Потому что огромная порция, не очень вкусная, но зато ты набьешь свой желудок и побежишь сытый дальше. Еда тут в обычных кухонных тарелках, потом их надо сдавать обратно. Во всем мире отказываются от пластиковой посуды, а тут даже и не начинали ей пользоваться. Если у тебя есть деньги, нужно идти не в дешевую забегаловку, а в самый знаменитый бар на Кубе – легендарную Эль Флоридиту. Это был любимый бар Эрнеста Хемингоя. В жаркий день он приходил сюда и расслаблялся под спокойную кубинскую музыку, подтягивая коктейль с Ромом. Но так было 70 лет назад. Сейчас Эль Флоридита похожа на проходной двор. Стоишь в очереди, чтобы зайти. Прямо в ухо фигачит музыка. Бармены со скоростью рожающего кроля производят на свет коктейли. Но к этим коктелям тоже нужно отстоять очередь. Люди в несколько рядов снимают все происходящее вокруг самобилки. Мировую популярность Эль Флоридити принес коктейль дайкири. Именно здесь придумали его фирменный рецепт. Как-то Хемингуэй шел по Гаване и захотел в туалет. Притымчивый бармен угостил его новым коктейлем – дайкири. Рецепт классического дайкири – белый ром, сахар, сок лайма и взбитый лед. Хемингуэй попробовал и сказал… Все хорошо, но я бы убрал сахар и добавил двойную порцию рома. Хемингуэй настолько понравился напиток, что он установил своеобразный рекорд – 13 двойных дайкири подряд. Челлендж accepted. Хэштег Антоша подражает лучшим привычкам классика. Какой холодный. Там льда больше, чем рома, но какой вкусный. И послевкусие рома невероятное. А вы уверены, что это реально? Да, конечно, реально. Классно, что выпала золотая карта. Седьмой. Пересекаю экватор. Я уже на половину Хемингуэй. Если вы не возьмете этот сюжет в программу, я вас прокляну. Олежка, ты меня слышишь? Я тебя вижу. А я тебя не вижу и не слышу. Я слышу голос дайкири. Зеленовато-прозрачное под шапкой пены – оно напоминало ему море. Взбитая пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна. Теперь я понимаю, в каком состоянии Хемингуэй писал свои рома маны. Вы знаете, полпятого, а я уже в Гавану. Ну то есть настоящий житель Кубы. Тринадцатый дайкири. За тебя, Эрнеста Хемингуэй. Может принести вам четырнадцатая дайкири и побьете рекорд Хемингуэя. Давай залпом. Сейчас. На один глоток больше, чем Хемингуэй – это уже победа. Десятилетиями Куба была закрытой страной и прилететь из ее столицы было почти как прилететь с луны. А сейчас Гавана. Это раскрученное туристическое направление. Мы – свидетели чуда. На наших глазах пишется история новой Гаваны. В Гаване появился мобильный интернет! Единственное, чего хочется, чтобы она не превратилась в пластиковый неоновый мегаполис, а осталась с собой. Я уже люблю клубы. Ола! Мне кажется, все в шоке. Здорово! Ты пара-ра-ра-ра-ра-ра! Он меня флогает своими телесами. Это уже победа. Поцелуй меня. Давай еще раз поцелуемся. Ну поцелуй меня. Страшно. Как же здесь красиво. И эта музыка. Наверное, только в Гаване может быть такая красивая ночь. Джекис, а ты тут такое видела только со стороны. Залезай. Да испаркил мне всю романтическую мысль, но машина клевая. Нечего портить. Поехали. Хочу тебе похвастаться, я тут побил рекорд одного великого писателя, которого ты никогда не читала и выпил почти 14 дайкери. А я тоже побила рекорд. Еще неделю назад у меня было 13 мегаполисов, а теперь 14. Нехило. Да. И застывшая во времени Гавана поразила меня до глубины души. Она смогла сквозь время пронести всю свою роскошь и богатство и параллельно остаться в прошлом. Эээ, кто засунул философа в Олену оболочку? Это Гавана, сынок. Ну, раз мы начали с классика, то классика мы закончим. Федерико Гарсиа Лорко сказал, если я когда-нибудь пропаду, ищите меня в Гаване. Но мы не пропадаем, поэтому встретимся в следующем мегаполисе. Помчали! На газ! 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 Мистер водитель! Давай! Газуй!